Доброе утро! Тайр Летан! Всему, даже самому прекрасному, рано или поздно, к сожалению, приходит конец. И даже каникулам. Всего-то 10 дней осталось до первого звонка нового школьного года. Надо провести эти две недели с максимальной пользой. Наша программа вам в этом поможет. Сегодня в выпуске. Куда сходить и что посмотреть? И куда съездить? Памятник великому артисту. И память о замечательном человеке. Сегодня встретимся и поговорим с заслуженной артисткой Республики Казахстан Любовью Рудаковой. 45 лет назад на Землю вернулись две самые знаменитые собаки Белка и Стрелка. Они стартовали с космодрома Байконур, а приземлились недалеко от Кустаная. Впервые живые существа вернулись из космоса целыми и невредимыми. И в продолжении космической темы надо упомянуть, что 20 августа 1977 года в США был запущен космический корабль «Вояджер-2», предназначенный для исследований дальних планет Солнечной системы. Его многолетний полет дал ученым уникальный материал для анализа. Ты знаешь, трудно поверить, что только за два с половиной века до этого люди еще не полностью опознали свою собственную планету. Тем не менее, это так. Только 20 августа 1741 года датский мореплаватель, командор Витус Беринг, открыл Аляску. Хотя коренные жители открыли ее за много тысяч лет до него. А ровно 35 лет назад итальянский альпинист Рейнхальд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без кислорода. Мы приветствуем в нашей студии постоянного автора и корреспондента, кинодокументалиста Виталия Чернова. Доброе утро. Доброе утро, Виталий. О чем мы сегодня поговорим? Доброе утро. Мы сегодня поговорим о том, что находится рядом. Какая красота находится рядом с нами. И мы многие этого не замечаем. Как же так получается? Вот я тоже этому удивляюсь. Вот даже недавно был Блиц. Я смотрел. И там наши темляки говорили о том, что они вот видят красивые места в основном за границей. А он вроде как у нас и нечего посмотреть. Это совершенно неправда. Вот я связан с телевидением уже 38 лет. Был во многих местах. Но я вот увидел совсем крупицу того родного Казахстана. Потому что в каждом, в каждом месте, в каждом краю, в каждом районе есть неповторимые удивительные уголки. Нужно только туда отправиться. Почему мы отправляемся за границу, я не понимаю. Нужно посмотреть вокруг. Я уверена, что ваш очередной очерк о природе родного Казахстана вдохновит наших телезрителей на новые путешествия и открытие новых горизонтов. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Орлы. Стражи горных ущелий Зайлийского Алатау. В непосредственной близости от Алматы западную часть малоалматинского отрога, известного как Хребет Кумбель, разделяют реки Малая и Большая Алматинки. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Извилистые тропки пролегают по альпийским лугам Зайлийского Алатау. Здесь протекают десятки хрустальных ручейков, берущих начало от горных родников. Многие алматинцы знают, что есть такая речка Казачка, которая впадает в Большую Алматинку, но мало кому известно, что Терст-Бутак – ее второе название. В солнечный день в горах редко, когда встретишь птиц, они прячутся где-то под сенью деревьев. А вот стрекозы оживленно летают при ярком солнце и только с наступлением сумерек скрываются в листве деревьев и растений. Наблюдать за этими насекомыми – увлекательное занятие. Каждый глаз стрекозы состоит из 30 тысяч отдельных фасеток. Те, что расположены в нижней части глаза, способны различать цвета, а в верхней – только форму. Это помогает стрекозе наиболее верно ориентироваться в пространстве и находить подходящую добычу. Взрослые стрекозы к осени, увы, погибают, а вот их личинки перезимуют. Летом ущелье Терст-Бутак становится местом паломничества грибников, а пока, в августе, здесь можно полакомиться фруктами. Боярка – лечебная и вкусная ягода. Она укрепляет сердце и сосуды. Горная облепиха. Эта вкусная целебная ягода способна обогатить организм каждого из нас не только необходимыми витаминами и минералами, но и многими другими полезными веществами. Летним прохладным днём прогуляться вдоль гребня Терст-Бутак – одно удовольствие. Да, после родного Казахстана хочется петь и танцевать. Вот говорят, что природа – это рай. Да, природа – это рай, но многие райские уголки мы уже потеряли от своего небрежного, мягко говоря, отношения к природе. Да, мы с вами согласны, Виталий. Кстати, 20 августа 1667 года была опубликована поэма английского поэта Джона Мильтона «Потерянный рай» – одно из самых знаменитых произведений мировой литературы. К счастью, есть люди, которые стараются сделать землю райским садом. Например, ровно 100 лет назад родился Лашкерий Сенкулыч Тажибаев – профессор, заслуженный деятель науки Казахской ССР. Да, он внес большой вклад в гидромелиорацию. По его книгам учатся до сих пор студенты. Спасибо, Виталий. До скорой встречи. Увидимся в будущих выпусках программы «Кайрлотан». Доброго утра. Доброго утра. До скорой встречи. Сегодня поклонники группы «The Beatles» смогут и порадоваться, и попечалиться. 20 августа 1969 года завершилась совместная карьера знаменитой четверки, но окончилась она записью альбома «Эбби Роуд». В 1827 году родился Шарль де Костер, автор знаменитой книги о Тиле Улленшпигеле. А в 1890-м Гоуард Филлипс Лавкрафт – самый знаменитый автор литературных страшилок. По сравнению с ним даже Стивен Кинг кажется добрым сказочником. Но в нашей рубрике, посвященной зарубежным новостям, ничего ужасного не будет. Соревнования мастера противовоздушного боя прошли в Вейске, на побережье Азовского моря. Туда съехались команды из шести стран, таких как Белоруссия, Китай, Пакистан, Египет, Венесуэла и Россия. Всю необходимую для участия технику им выдали на месте. Со своими бронетранспортерами и автоматами приехали лишь китайские военные. Командам надо было преодолеть полосу препятствий и поразить мишень в движении. По сценарию – вертолет противника. Соревнования прошли в рамках международных армейских игр. В этом году они проводились впервые, представляя собой своеобразную военную олимпиаду. Поклонники Брэда Пита и Анжелины Джоли ликуют, так как вышел первый трейлер к их новому совместному фильму «Лазурный берег». В мелодраме, стилизованной под европейскую классику, Джоли играет бывшую танцовщицу, а Пит – американского писателя. По сценарию семейная пара путешествует по Франции. У супругов возникают разногласия, и они начинают отдаляться друг от друга. Но в итоге пересматривают свои отношения после знакомств с новыми людьми. До картины «Лазурный берег» Джоли выступала в качестве режиссера лент «В краю крови и меда» и «Несломленный», которые получили неоднозначные отзывы критиков. Мировая премьера нового фильма «Анжелины Джоли» запланирована на 13 ноября этого года. Кстати, 20 августа 1928 года родился Виктор Крылов, выдающийся казахстанский художник-монументалист, заслуженный деятель искусств в Казахской СССР. А 20 августа 1938 года Ахмеджан Аширов – уйгурский писатель, драматург, один из тех, кто снискал славу уйгурскому театру музыкальной комедии. 16 августа 68 лет исполнилось бы выдающемуся артисту балета – народному артисту СССР Рамазану Бапову. И сегодня у нас в гостях супруга и дочь великого артиста Людмила Георгиевна Рудакова, заслуженная артистка Республики Казахстан, и Юлия Бапова, концертмейстер Государственного театра Стамбула. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Совсем недавно состоялось событие, которое не оставило равнодушным никого из почитателей балетного искусства. Ваши чувства, ваши эмоции по этому поводу? Для меня это было непросто. Это такое событие, это такое вообще, я даже не могу вам передать. Дело в том, что Рамазан на всей своей жизни, он особый человек был всегда. Не только как артист балета, но как муж, как отец, как человек вообще. Давайте посмотрим сюжет об увековечивании памяти нашего выдающегося артиста. Год назад ушел из жизни народный артист СССР и Республики Казахстан, блестящий танцовщик, премьер балетной труппы Государственного театра оперы-балета имени Абая Рамазан Бапов. Благодаря усилиям партнерши по сцене и по жизни заслуженной артистки Казахстана Людмилы Рудаковой и дочери Юлии, а также поддержке друзей и соратников в ущелье Кенсай, на одном из самых красивых некрополей Казахстана артисту был воздвигнут памятник. Летящая вверх фигура Рамазана Бапова в такой очень красивой, может быть, самой красивой балетной позе, субрисо, она как раз показывает устремленность, устремленность вверх, устремленность в вечность. Идея памятника родилась в результате совместных творческих исканий семьи артиста и известных казахстанских скульпторов Эдуарда Казаряна и Каиржана Такишева. Стремясь избежать реалистичности при создании образа артиста, скульпторы лаконичным абресом очертили совершенные линии и уникальный прыжок Рамазана Бапова, затяжная элевация которого вызывала восхищение знатоков балета. Материалы, выбранные для создания памятника, тоже имели символическую окраску. Человека суть, то есть он к чему-то всегда стремится, действительно к чему-то удивительному, к чему-то неосязаемому. И одновременно он рождается на земле и возвращается в землю. И вот, наверное, вот этот миг жизни, наверное, в этой работе, мы надеемся, что он как-то прозвучал. Выпускник Московского хореографического училища Рамазан Бапов сразу занял ведущую позицию в театре. Десятки разноплановых партий, станцованных им на сцене, стали эталоном для последующих поколений артистов. Мечтательный Зигфрид, мужественный Спартак, романтичный граф Альберт и бесшабашный хулиган. Диапазон его артистических возможностей был невообразимо широк. Оставив сцену, Рамазан Бапов занялся педагогической деятельностью, воспитав не одно поколение артистов балета не только в Казахстане, но и за рубежом. Несколько лет преподавал классический танец в Америке и Турции, а затем вновь вернулся в родной театр. Он отдал всю свою жизнь именно балету, он жил балетом и был практически солнцем на сцене нашего оперного театра. Лауреат престижного международного конкурса в Варне, Рамазан Бапов входил в число немногих артистов, которые носили звание народного артиста СССР и народного артиста Республики Казахстан, всей своей жизнью и работой подтверждая эти высокие звания. Он был очень высоким танцором, он был одним из лучших танцоров мужчин в нашем Казахстане. Сейчас, конечно, уже молодая поросль идет за ним, растут новые поколения, но он является первым открывателем и, наверное, останется навсегда таким первооткрывателем. Друзья, мы продолжаем беседу с нашими уважаемыми гостями в студии программы Кайло Тан Юлия Бапова, концертмейстер Государственного театра Стамбула и Людмила Георгиевна Рудакова, заслуженная артистка Республики Казахстан. Юлия, ваш отец – выдающийся человек, талантливый педагог, хореограф, артист балета. Каким он был отцом? А вот вы сейчас сильно удивитесь. Все всегда говорят, вот артист балета, выдающийся артист балета – это история казахского балета. Да, знаете, он великолепно играл на рояле. Он великолепно играл на рояле. Да, и если вы посмотрите, вот в фойе театра есть огромный портрет его, и вообще достаточно много фотографий, если посмотрите на его руки, вы мне поверите, если я вам скажу, что его педагог по фортепиано, который он учился в Москве, она предлагала ему продолжить образование пианистом в консерватории. Вот это да. Да, и это было довольно ужасно дома, потому что когда у человека абсолютный слух, когда человек может, танцуя на сцене, сойти со сцены и сказать, что второго фагота немножко не строй. Ничего себе. Понимаете, это ужасно, потому что все мои концерты, все мои какие-то записи, все это с папой обсуждалось. И, значит, папа так довольно спокойно выслушивал. Говорю, ну ты знаешь, у тебя пьяно неозвученное. Недозвученное пьяно у тебя, понимаешь, вот пьяно должно. И вообще что-то у тебя, вот как-то четвертый палец не очень хорошо работает. Я могла дома услышать от папы все, что угодно, что у меня четвертый палец не так звучит, что у меня локти как-то не так, и вообще спину надо ровно держать. Так что есть вещи, которые, конечно, никто кроме нас не знает. Он же безумно любил Шаляпина, для него Шаляпина. Он же еще хорошо рисовал. Он написал и мой портрет, и Юлечкин, и Шаляпина. У него было очень много. Он вышивал когда-то в детстве, он пилил, он много. Вот говорят, талантливый человек, талантливый во всем. Да, это так и было. И еще его преследовала мысль, что он умеет готовить. Но это нет. Это неправда. Это нет. Он очень, вы знаете, он очень любил нас. Ну, ко мне он относился особенно. Я никогда вот сейчас мне так не хватает, это Людочка. Только Людочка. Как Людочка скажешь? Людочка, а мы-то... А сейчас мне тяжело, потому что я не слышу и не вижу этих теплых рук. Подойдет, такие теплые, действительно, очень красивые руки и кисти. Обнимет, они какие-то всегда были теплые. Однажды я заболела, и у меня высокая температура. Я говорю, ой, Ромочка, что-то я пошла, не смогу сегодня. Он говорит, конечно, испугался, весь в шоке. Я сам. А ему на работу идти. Я не пойду. Я говорю, нет, ты пойдешь обязательно на урок. Я сам. Я сейчас яичницу пожарю. Я говорю, ну давай, сумею. Я же сумею. Он несет в сковородку, показывает столько масла, а там вот столько масла. Я говорю, ой, Ромазанчик, половину надо отрезать. Даже не половину. Убежал. Прилегает вот столько. Я говорю, ну, Ромазан, я встала. И, естественно, я все приготовила. Но когда я с ним уже и позавтракала, я оделась и пошла с ним на работу. Какие качества больше всего ценил Ромазан Саликович в артистах балета, в коллегах, в друзьях? Он ценил порядочность и обязательную дисциплину. То есть человек, который не ходил на урок, для него уже в принципе не существовало. Он знал, что если на урок не ходишь день, два, три, ты уже никогда не станцуешь так, как положено танцать. Что значит опоздать на урок? Вы знаете сами, что до урока даже немножко нужно размяться, потом уже идет урок. Вот когда есть дисциплина, она тогда все идет как по массу. Все идет хорошо. И папа не переносил лжи. Ложь у нас в доме не переносится никак никем. И сами мы как-то уже не можем это делать, потому что если ты не привык с этим качеством работать, то ты что-нибудь, даже если ляпнешь, ты же забудешь. Это же надо записывать. Я не знаю вообще, как люди с этим живут. Лжи не переносил совсем. То есть вообще никак. И не переносил, мне так кажется, я не знаю, мне кажется, что он не переносил категоричных каких-то суждений. Ты не знаю, мне такое сложилось впечатление, потому что вот мы с ним и в Америке как-то вот я у него бывала, и в Турции мы с ним вместе жили. Вот когда говоришь, вот нет, вот все, вот, вот. Он говорил, ну ты знаешь, ну это смотри, как посмотреть. Потому что вот ты говоришь, что вот человек плохой. Ну, надо посмотреть, вот еще надо подумать. Потому что сегодня он плохой, а завтра вдруг посмотришь, а кажется, не такой уж. Юлия, а с чем связан выбор вашей профессии? Ваши родители артисты балета, а вы связаны с музыкой. Как все это произошло? Да? Вы помните, как вы свою профессию выбирали? Ну, меня отдали родители. Пареографически. В 5 лет как-то дети не очень в состоянии выбрать какую-то профессию. Дети просто вообще не понимают в 5 лет, что такое профессия. А в 5 лет мамина подружка начала со мной потихонечку заниматься. Я не знаю уж зачем. Но поскольку папа очень любил рояль и играл он лучше меня, то, что он играл лучше меня, это никак не обсуждается. То, что у него была абсолютная память, что он до последней минуты играл все, что я переиграла в школе, он это каким-то образом помнил. Вот это, конечно, была его фантазия и креатура. Вот просто удивительно очень совпало, что, вы знаете, детей, которые выросли в кулисах оперной балетной сцены, у них, в общем-то, шансы-то небольшие в жизни. Потому что стать бухгалтером сложно в этой ситуации. Вот все равно что-то вот около того. Жизнь будет связана с искусством. Все равно будет что-то около этого. Либо это будет оркестр, либо это будут какие-то аксессуарные цеха, художники, костюмеры, костюмы. Что-то будет там, потому что, ну как, как-то жизни в ней не представляется. Я там попыталась, у меня в Турции так получилось, что я снялась аж в двух фильмах со страху. И когда уже сознательный возраст у человека, когда уже все сознательно сложилось, ты понял, что как бы случайно этот выбор не был папин, он совпал с тем, что должно было быть по жизни. Вот снимается фильм, я снимаюсь, да, все хорошо. До середины фильма дошли, опаньки, отпуск кончился, театр открывается, я поворачиваюсь к силовочной группе, говорю, извините, пожалуйста, мне нужно на работу. Вроде как я здесь, человек, ну так, зашла. Я разворачиваюсь, совершенно спокойно уезжаю, и меня очень мало беспокоит судьба того фильма, что там будет дальше. Потому что вот театр, он есть, и он есть. Юлия, вы только что затронули тему кинематографа, рассказали об опыте в кино, и хочется узнать еще больше. Давайте прямо сейчас прервем нашу беседу и обратимся к Дмитрию Мостовому, чтобы узнать, что нас ждет в кинематографе на ближайшее время. Доброе киноутро! Сегодня, как обычно, я расскажу вам о новинках кинопроката ближайшего времени. Нас ждут реинкарнация фантастической четверки, новая драма знаменитой француженки Эммануэль Берко и очередной мультфильм о доисторических временах. Всего 10 лет прошло с тех пор, как на экраны была выпущена фантастическая четверка с Джессикой Альба и Крисом Эвансом. Однако, экранизация комикса о квартете героев, каждый из которых в результате несчастного случая во время эксперимента получил уникальные способности, получилась неудачной. Последовало лишь одно продолжение с подзаголовком «Вторжение серебряного серфера», после чего о фантастической четверке забыли. Но компания Марвел продолжает самостоятельно перезапускать фильмы по своим же комиксам. И вот вслед за многочисленными «Мстителями» настало время фантастической четверки. Вы создали нечто невероятное. Вы уверены, что вам это по плечу? Да. По плечу. Это путешествие в другое измерение. Их герои вновь отправятся в опасное путешествие в параллельные миры вновь получат суперспособности и вновь будут противостоять злодею Виктору фон Думму. Снял новую фантастическую четверку режиссер Джош Транк, на счету которого до этого был лишь один самостоятельный проект «Мокюментари Хроника». Ты открыл дверь, которую не в силах закрыть. Ты просто не знаешь о том, что приближается. А что приближается? Дума. Чтобы остановить его, придется пожертвовать всем. У француженки Эммануэль Берко по-своему уникальная, но при этом характерная история взаимоотношений с Каннским кинофестивалем. Еще в 1997 году она выигрывала здесь приз за лучший короткометражный фильм, через два года за лучший студенческий, еще через два за лучший молодежный, ну а потом ее картины стали попадать и в основную конкурсную программу фестиваля. Правда, до золотой пальмовой ветви дело пока не дошло. Зато в 2015-м Берко получила в Каннах награду лучшей актрисе, но за роль в фильме «Мой король» другого режиссера. Плюс Эммануэль в этом году представила в Каннах свою новую режиссерскую работу – драму «Молодая кровь», которая была выбрана дирекцией для показа на открытии фестиваля. Я занимаюсь только детьми. Тут вам не полиция и не суд. Так берите его и занимайтесь им, мне не жалко. Он всех уже достал. Главный герой картины – трудный подросток Малуни, который часто впадает в состояние гнева и в целом практически неуправляем. Он уже несколько раз оказывался втянут в неприятные истории и мог бы оказаться в тюрьме, но симпатизирующая ему судья, ее играет Катрин Денев, отправляет Малуни на перевоспитание в специальный лагерь, которым руководит Ян, готовый на все, чтобы его подопечные стали нормальными людьми. Это твой шанс, понимаешь? Тебе дают шанс. Не глупи, хватайся за него, тебе здесь помогут. Капюшон снимаем. Если этого ребенка посадить в тюрьму, он погибнет. Как же я ему навредила? Когда понадобится, я буду рядом. Несмотря на каникулы, мультфильмов в прокате не так много, как, может быть, того хотелось догуливающим последние деньки школьникам. Поэтому довольствоваться приходится тем, что есть. Например, немецкой анимационной лентой «Упс, но и уплыл». Как можно понять из названия, действие происходит в ветхозаветные времена. Узнав о грядущем потопе, Ной активно строит ковчег и собирает зверей. Каждой твари по паре. Дети? Какие дети? Где моя дочь? Но так как Ной по уши занят стройкой, то задание по сбору четвероногих и крылатых пассажиров он дает льву, который решает устроить на входе фейс-контроль. Фини? Фини? Не думаю, что кому-то будет не хватать крошки. Нестриана! В итоге, далеко не всем находится место на ковчеге, но те, кто оказался за бортом, не намерены погибать в пучине волн и ищут различные пути, чтобы спасти. Секундочку! На бедном подходе! На сегодня все. Увидимся через неделю и не забывайте смотреть кино. И снова доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем беседовать с нашими уважаемыми гостями в студии программы «Кайрлотан» Юлия Бапова и Людмила Георгиевна Рудакова, заслуженная артистка Республики Казахстан. Людмила Георгиевна, наверняка вы помните тот день, когда впервые вы увидели Рамазана Салидовича Бапова. Что вы почувствовали? И когда вы поняли, что это тот самый человек? Я в 65-м году приехала. Он в 66-м году весной. Они зашли в группу молодых исполнителей. Зары Макасеева, Рошан Байсиитова, Жантаев, Накипов. И среди них было, я не знаю, кто он, кто, что. Я на них даже не взглянула. Они там зашли, там занимались. Это как дети пришли. Я вообще не обращала никакого внимания, ничего не замечала. Случайно произошла встреча у нас с ним. Это ставилась жар птица. Бапов должен был танцевать с Байситовой. А я, как опытная, с Джалиловым. И Асал Муратов тогда еще был. В общем, у меня было два партнера. Она просто... Ну, значит, у нас были репетиции. На одну из репетиций не пришли мои партнеры. И не пришла Рошан Байсиитова. Но Рамазан, как всегда, дисциплинированный мальчишечка. Такой тоненький. Голова прямо... У него крючавый волос был. Красивый такой мальчик. Ну, я все равно на него не смотрела. Ребенок. Он 20 лет ему еще не полных был. И она говорит, что... Ой, время у нас обобрисло. Людмила говорит, ну, может быть... Она меня просто Людмилой тогда называла. У меня еще не было 30. И говорит, ну, вы давайте пройдем адажу. А оно такое трудное. Я говорю, да вы что, с ним, что ли? Она говорит, да. И вот, он же меня не поднимет. Потому что он тоненький такой. Ну, я все-таки уже... Ну, все-таки не 20, не 15 дней. А он так... Почему не подниму? Подниму, подниму, я подниму. Сам стесняется, глаза не скрываю. Одни ниточки. А у нас фотографии такие. Я говорю, ну, поднимешь? Ну, да, попробуем. И я встала в позу, подняла руки. А он за руки должен был брать, раскрывать. Он едва прикоснулся. И так осторожненько. А там была трудная поддержка стульчик. И вдруг этот мальчик меня спокойно поднял и несет по поддержке. И все. Она говорит, ой, Людмилочка, вы помогите мне. Представляете, он молодой и красивый, такой талантливый. Он только приехал из Москвы, там его Фурцева все хвалила. И ваш опыт. А у меня же дипломный. Давайте вы с ним станцуете. Я вас умоляю. Я говорю, да пожалуйста. Потом вдруг он появился и так робко, очень-очень робко дал мне цветочек. Эту розочку какую-то. Ну, я говорю, ой, Рамазанчик. Это на него смотрела, как на мальчика, на ребеночка. Даже-даже. А он потом все время... А он, как вот он рассказывал, туфлюра где-то была такая у него, брала она интервью. И это я недавно увидела только. Он сказал, что как он зашел первый раз в балетный зал, то он сразу меня увидел и уже сказал, что я буду его. И я Рамазанчик так и называла, мой мальчик. Людмила Георгиевна, Юлия, хочется вас поблагодарить за сегодняшнюю встречу, за эту беседу. Доброго вам утра и отличного дня. На этом наша программа подошла к концу. С вами были Зара Синаман и Чингис Капин. Увидимся на телеканале Белем Жени Мадинет. Всего доброго. До свидания.